Мы на месте. Мы приветствуем Изабель. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свой биопулей на период сеанса? Она доверит. Отлично. И я даю команду на счет 3 сканера сканировать пространство над головой Изабель под ногами 360 градусов вокруг нее. Один, два, три. Сканер сканирует системы тонких тел. Изабель находит все. Изабель? Я где-то такое видела уже. У нее пчелы. Пчелы? Очень много пчел в голове, которые мне мешают. И она их как руками машет, отгоняет. И у нее как в коконе воска она. Вот как. Кокон воска. Хорошо. Будем убирать? Да. Я даю команду на счет 3 сканера. Сейчас сканирует Изабель и все эти пчелы формируется в шар и отправляется в клетку-тюрьму. Вместе с этим шаром отключается и кокон из воска. Все подключки отключаются, сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы. Все полностью отключается. И этот кокон уходит в клетку-тюрьму. Он даже как голограмма больше, чем как кокон. Голограмма, да? Как еще одно тело выходит из нее. Восковое. Восковое тело. Понятно. Готово. У нее ушел шум из головы вместе с пчелами. Она за голову держится и говорит, почему так тихо. Потому что мы убрали это. Ты же меня узнаешь, это Влад? Конечно, узнаю я же в своем сознании. Конечно, отлично. Хорошо. Итак, дать еще раз команду на сканирование? Дай. Я даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой. Изабель под ногами. 360 градусов вокруг нее. Три. Скэнер сканирует все семь тонких. Тел. Изабель находит все. У нее от ног веревка идет. Демон вышел к ней. Руки, ноги. Шопомания у нее. Руки, ноги связаны, да? И нет веревки, за которую он дергает. И он вызывает эту шопоманию? Да. А сколько герц у него? Посмотри. Девять. Это бес? Да. Значит, бес. Ты сказала демон. Девять герц. Идем дальше. Инсектует. Инсектует. Сделай канал от этой пчелы и воска. Не притянулся до сих пор не в том? Нет. Хорошо. Выстраивай на счет три каналы от этих пчел и от этой голограммы воска. Один, два, три. Два канала к ответственным, связанным по каналу. И на счет три притягивай в клетку тюрьму. Становица моими заложниками. Где бы не находились. Да будет так, а так и есть. Это рептилоид и грей. Репт и грей. И знаешь, у нее арахноид на спине причем сидел. Арахноид спина. Лечение же спины. Все. Так, считай цифры у репта над головой. Восемьдесят девять. Лаборант. И сколько грей? Два, да? Два грея. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду всем задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать или кто будет врать, те будут наказаны серьезно. И я даю команду тонкой копии Изабель Спрейсера все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродные негативные патогены низкой аббрационной энергии в ее биополе. Один, два, три. Каналы выстроились в сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой аббрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Изабель. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Но у нее к пчелам возвращается как гул в голове. Кто этих пчел послал? Кто ответственный? Загорается над его клеткой маячок. У Грея плетка в руках. У Грея плетка в руках? Да, тренированный пчел. Плетка уходит в соседнюю клетку. Значит, они их тренируют так, чтобы они уделяли вот этот воск, с которого можно лепить дальше человеческий копию фантом. Грея с рептилоидом. У вас есть разрешение от Изабель на эти эксперименты? Нет. Отлично. Рептилоид и два Грея получают по 50 тысяч герц удар. Да, будет так, а так и есть. Пошел удар. У них тела получают удар, и они как током их пробивают, что ли. Волны идут от них. Гудят. Хорошо. Эти всех пчел я вам сегодня в головы всем засуну. Каждому в отдельности. Рептилоид. Греи. Возьму плетку и начну их тренировать. Потом одену этот кокон в восковой. И посмотрю, что с вами будет. Закончился реверс. По сценарии фильтры с золотой сеточкой на все каналы. Сейчас посмотрим, что они украли. И в порядке реверса. Изабель забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Изабель себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. И забираем из этого роя пчел и кокона. Все родные энергии. Один, два, три. Все по праву забираем назад. Итак, Грей, я спрашиваю, какая цель была вашего эксперимента? Сколько вы находились в этом биополе? Два вопроса. Семь лет находились в цели эксперимента делать восковые копии, включая ДНК человека. И далее, что с этими копиями происходит? Они изымаются. И? Переселяются на другие объекты. То есть вы воруете частички души и делаете там себе роботов? Да, вместе с ДНК. Ну это серьезное вмешательство в процесс развития. Но у них нет чувств. У кого? У этих копий. У копий нет чувств, в отличие от оригинала. Понятно. Но человек, теряя свои частички души, все равно ощущает, что он где-то присутствует в другом месте. Не так ли рептилоид игры? Осознанный, да. Неосознанный теряет энергию. Будем разбираться. Хорошо. Что у нас идет с конструкцией? Посмотри, от этого кокона с пчелами. Значит, пчелы и кокон… Голограммы возвращаются к свету души и ДНК. Пчелы, они жажат бесконечно. То же самое они делали это в голове, заставляя ее постоянно что-то делать, искать, двигаться. При этом они вырабатывали вот этот воск, накапливая его. Понятно. Значит, пчелы и этот кокон – это все работа репта и грейф, да? Да, и еще они могут несколько таких копий делать. Готово, когда они ее сбирают. Пчелы наращивают другую. Вы уже забирали эту копию? Вы уже изымали ДНК из копий? Изымали. У нее еще где-то две копии, но они не могут вернуться. Тебе надо их притянуть, эти копии, а не как в тюрьме в этом воске. С силой моего намерения Изабель выстраивает канал от себя к этим копиям, где бы они находились. Один, два, три. И эти копии притягиваются в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Стоят в клетке-тюрьме. Еще две копии появились. Хорошо, выстраиваю канал от Изабель к этим копиям. Один, два, три. И Изабель забирает по этим каналам все, что находится на ее частоте. На счет три возвращается назад. Забираем все свое по праву. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Что идет? Идет свет души, ДНК возвращается. Свет души. Все вернулось, и сейчас у нас просто три восковые копии стоят. Хорошо, они пустые, да? Да. Открывай и поднимем портал в галактическое ядро. Один, два, три. И эти три копии уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Реверс у нас закончился уже, да? Да. Посмотри, отлично. Хорошо, обращаясь к арахноиду, сколько ты находился в биополе? Четыре года. Арахноид, четыре года. Хорошо, идем дальше. Рептилоид с Грейми, семь лет сидели. Инсектоид, сколько ты находился? Шесть лет. Шесть лет, понятно. Идем дальше. У тебя есть инкубатор, сколько их? Один. Один инкубатор. Переходим к Бесу. Бес, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. На что зашел? Покажи мне. В воронку она наступила. Понятно. Хорошо, она вступила в воронку. Скажи мне, Бес... Это же не воронка, а сетка какая-то. Понятно. И ты через эту сетку к ней подошел. Расскажи мне, где лярвы находятся в ее биополе? На спине находятся. На спине лярвы. Сколько их? На голове находятся. Голова. А от чего на голове, скажи мне? Пчелы. Хорошо. Спина и голова. Ты хочешь эти лярвы от меня получить? Хочу. Значит, тогда давай с тебя и начнем. Выходи сейчас. Отключайся полностью. Снимай все свои веревки. Ничего не забывай. Как закончишь, на месте доложи мне, что ты все снял. После этого я дам тебе отдельную команду. И ты сможешь забрать эти лярвы. Приступай. Лярвы черные? Черные, но он пока снимает с рук. У нее веревки. И на ногах у него валенки одеты. И валенки на ногах. Утяжеляющие. Постоянство, он говорит, должно быть. Расскажи мне за эту историю с шапоманией. Любви, с желанием постоянно что-то покупать. Это как казино. Хорошо. Это ты ей принес или у нее была уже эта черта? Была. То есть, ты это все усилил? Была слабость. К этим соблазнам. В вашей жизни должен быть какой-то интерес. Что-то должно привлекать. Отдушина мы называем такое. Душевное. Что-то себе позволить. И вот это ее слабость была, да? Или есть. Даже если вы тратите на это свои средства, вы удовлетворяетесь этим. Понятно. Она экстремально уже в эту тему влезла с этими закупками. Их очень много. Я полагаю, ты на этом свою энергию получал. Потому что я не думаю, что она получает какое-то удовольствие от стольких количеств покупок. Не умея наслаждаться ими. Она получает удовольствие лишь в момент выбора. А дальше все забираешь ты. Хорошо. Еще скажи мне, вот это... Она часто ругается, спорит там. Это с чем-то связано? С тобой ли это ее черты характера? Пчелы не дадут ей концентрироваться. Пчелы не давали концентрироваться. Теперь я понял. Хорошо. Что он? Снял все он? Да. Хорошо. Разрешаю тебе забрать лярвы. Приступай. И возвращайся в клетку. Готово. Хорошо. Выходит инсектуэт. Отключается полностью. Убирает все. Свой инкубатор. Все крепления и жидкость. Ничего не забывай. Приступай. И возвращайся, как все уберешь. Готово. Хорошо. Арахноид, выходи. Отключайся. Вытаскивай все свои иголки, паутину. Жидкость. Ничего не забывай. Чтоб следа там не оставалось твоего. Есть. Значит, у нас все все сняли, да, Вера? А рептилоид с Грейми еще остались. Хорошо. Я даю команду скейнеру. Грей, что-нибудь остались на вашей чистоте? Ну, посмотрите. Нет, как таковые мы там не присутствовали. Присутствовали пчелы. Делая копии. А кто команду давал копиям, пчелам? А кто их воспитывал этой плеткой? Они сами себя? Это можно было делать издалека. Тем более, они уже не новые. Их не надо обучать. Они обучены. Ну, скорее всего, они доживают свои последние минуты, находясь в этой клетке тюрьме. Хорошо. Значит, ничего не осталось. Да хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Изабель с арахноидом, инсектоидом, бесом, рептилоидом, креями и всеми подключками, которые они принесли. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. У нее как дрожь такая идет от этих пчел. Она руками махала из-за них. Да, часто. Она отгоняла их. То есть ей раздражение это давало. Она сама не понимала, почему у нее импульсивные такие взмахи руками. Так и есть. Ну, сейчас она понимает, откуда это все. Изабель. Негатив у нее в ногах скоплен. И негатив у нее в ногах сейчас скоплен еще, да? Да, синхронизация прошла. Включая внутренний белый свет Изабель. 1, 2, 3. И Изабель выдавливает весь негатив, который находится в ее биополе. 1, 2, 3. Весь негатив выходит и формируется в шар. Недовольство. Все выходит и недовольство выходит, все выходит. Готово. Большой шар. Больше мяча. Понятно. Бес. Твоя частота. Забираешь? Да, моя. Отправляю бесу. Хорошо. Рассинхронизация закончилась. Мы все выдавили. Даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Изабель говорит, что очень тихо, непривычно. Привыкай. Это нормальное состояние человека. А пчелы в голове, это ненормальное. И сегодня Грей с рептилоидом будет отвечать за это. Она чистая. Она чистая. Отлично. Подхожу к ней, кладу руки на плечи, помогаю моей энергией сделать импульс. Высокое аббрационное шокое удары, сжечь все каналы к интерферентам. Значит, три, один, два, три, удар. Отлетают все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. И канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Скажи мне, беса, тебе не было там неуютно после того, как я дом почистил? Да, всем было неуютно. Поэтому все еще больше обострились. Понятно. Хорошо. Ну, за такую искренность я готов тебе отдать эмоциональный фантом. Хочешь ли ты его получить? Хочу. Выходит эмоциональный фантом Изабель и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоабрационную эмоциональную энергию. Эта низкоабрационная ежес генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышло. Большой? Много? Большой. Изабель, ты готова расстаться с этими энергиями, которые ты сама выработала? Она говорит, конечно, готова. Это никчемные энергии. Абсолютно верно. Сворачивай эти энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляю Беса. У тебя прям праздник сегодня какой-то. Это награда за несколько дней мучения. Согласен. Готов. Хорошо. Ты все забрал, ты все получил. Ты готова уходить? Готов. Ты понимаешь, больше приходить не надо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. 1, 2, 3. И Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Инсектоид. Ты готова уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Арахноид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя. Ли, будь любезна, посмотри, пожалуйста, мы сегодня возвращали частицы души, которые где-то находились, которые уже были уградены. Два Грея и один рептилоид. Восковые какие-то голограммы. Пчелы в голове. Что-то скажешь по этому поводу? Old School. Забираем все, включая пчел. Хорошо. Я их хотел уничтожить, но понял, не надо. Все понял. Хорошо. Эти восковые мы все забрали оттуда, голограммы, и скинули их. Они тебе не нужны, я полагаю, да? Нет, их обязательно уничтожать. Благодарю тебя. Если пчелы обучены, значит наверняка еще есть где-то эти восковые голограммы у других людей, у других душ. Конечно, есть. И не одно. Вот же ж. Эти Греи. Они скупают оружие у разных цивилизаций и разные новшества. И для этого им нужно что-то предлагать. И они предлагают эти вещи, да? Частички души или копии. Нет. Пчел первые придумали гуаноиды. Значит, они от них получили. Мы встречались с пчелами уже, да? Они всех забрали. Благодарю тебя, Али. Хорошо. У нас клетка чистая. Да, пустая. Хорошо. Поехали по частотам. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Изабель. Мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь? Не нахожу слов, чтобы описать это. Чувствую себя свободной, как раньше, 20 лет назад. Свободной от условностей и навязанных мнений. Мне нужно побыть в тишине. Переосмыслить. Я прочувствовала свою душу внутри. Она живая. Абсолютно верно. Хорошо, Изабель. Тогда мы возвращаем тебя назад в твою систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Больше ничего тебе мешать не может. Ты чистая. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Изабель в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Еще она говорит, что манифест, он очень глубокий. Очень много информации в себе несет. И она даже научилась очень многого уже в манифесте, что бывают другие мира, цивилизации, еще много чего. И она говорит, что я считала себя очень умной и всезнающей. Оказывается, это было как мишура, какое-то плоское состояние, одинаковое. Поэтому мне нужно побыть в тишине, переосмыслить, прочувствовать эту тишину и энергии внутри себя. Отлично. Все правильно, так и есть. Мы готовы. И отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok